Игроки Геншин Импакт люто ненавидят игроков Ханкай Стар Рейл. Что это случилось? Очередная междоусобная война? Падам-падам-падам! Опа! Большое всем тюлени привет! С вами на связи Аркадий и Толкен Вейд. До этой пятницы оба народа жили в мире. Игроки в Геншин Импакт играли в свою прекраснейшую игру, развивались и радовались улучшению качества игры в грядущем обновлении. Игроки в Ханкай Стар Рейл получали ежемесячно, в каждом патче, по 10 халявных круток, прекраснейших девочек, которые были похожи одна на другую, получали новые режимы и в принципе их тоже все устраивало. Аудитории жили более-менее отдельно, но объединяло их одно. Как вы сами понимаете, это наши любимые разработчики. И тут в пятницу прошел стрим разработчиков, посвященный обновлению 1.6. Он прошел более-менее стандартно. На нем показали будущих персонажей, будущие ивенты, в очередной раз сказали, что 10 халявных круток за патч нам тот же же выдадут, запросы за вход, а потом представили новую локацию. Да, действительно, следующее обновление после 1.6 будет 2.0. А как мы все с вами знаем, когда меняется полноценная версия, новая локация добавляется, большое количество халявы, хайпа и тому подобное. Кстати, локация новая очень сильно похожа на Фонтейн, там тоже происходят разнообразные красивейшие мероприятия. Также пришел персонаж, который представил все происходящее. И потом, и потом, и потом, произошел внезапный звонок в студию, на котором было сообщено, что благодаря поддержке игроков и тому, что Ханкай Старейл забрала большое количество номинаций в разных подсистемах, по-моему, там победители в iOS, в Game Awards, по-моему, в Google какие-то тоже награды собрал Ханкай Старейл, и из-за этого, само собой, уже были выданы награды в Нефрите, но точно так же всем игрокам, которые зайдут после обновления 1.6 и до выхода обновления 2.1, будет выдан халявный, пятизвездочный, ивентовый персонаж Рацио. И вот тут вот просто бомбануло. Причем бомбануло не у игроков Ханкай Старейл. Они действительно были тупо рады халяве, которые будут им всем выдавать. Бомбануло у игроков Genshin Impact. Ну, как бомбануло. Тут, как обычно, аудитория разделяется на две части. Первая часть говорит, ну, как бы, выдают и выдают. Чего тут радоваться? В принципе, зато в Genshin Impact больше контента, зато в Genshin Impact можешь больше времени проходить разнообразные ивенты. У тебя там есть открытый мир, который ты можешь исследовать. И вот те вот даже банальные 10 круток, которые выдают каждое обновление в Ханкай Старейл, это просто компенсация того, что не добавляются новые локации, которые ты можешь изучать и которые внутри себя будут содержать. Как раз таки те самые 10 круток. Но выдают их тебе просто так. На, держи, делай что хочешь. В Genshin Impact за эти крутки надо будет пройти локацию, поискать там всякие скрытые сундучки, ачивки и тому подобное. А вторая половина говорит другое. Дорогие разработчики, мы как бы вас поддерживаем уже на протяжении трех лет. Genshin Impact в свои первые годы забирала абсолютно все награды, которые только были вообще возможны для мобильной и ПК-шной игры. И что мы получали в награду? Конечно же, 1800 гемов, которые можно было бы потратить на 10 круток. Да, ничего большего, да. И в принципе, даже там какие-то подарки на первые года разработчики выдавали крайне скрипя душой. Да, я действительно помню те времена, когда они проходили. Хайпа там было и хейта очень-очень много. А тут Ханкай Старейл и сразу же легендарка на халяву. Умные люди, конечно же, вспомнят то, что в Genshin Impact тоже выдавалась одна халявная легендарка. Ну, как легендаркой? Я не могу назвать Элой какой-то стопроцентной легендаркой. Но, 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 милости попрошу, что действительно это уникальный персонаж, которого добыть в данный момент нет никакой возможности у новых игроков. И если у тебя есть на аккаунте Элой, то ты как бы крутой. Хотя, скорее всего, ты ее даже не используешь, потому что у нее нет конст. У нее очень странный скиллсет. Она, в принципе, не является каким-то там умер мощным персонажем. И была сделана крайне странно. Была сделана просто, чтобы сделана. Ну да, халявный персонаж, why not? Но здесь, в Ханкай Старейле, тебе это выдают действительно полноценного ивентового персонажа, который потом еще будет рераниться и которого ты сможешь получить. Да, возможно, ему немножечко подкрутят консты, чтобы тебе нужно было обязательно выбивать дополнительные долоны, чтобы он был более эффективный. Но кого это нафиг волнует? Волнует то, что игроков Genshin Impact морозили три года, прежде чем им выдадут улучшение качества игры, которые делаются вот по щелчку пальцев. И вот в этом обновлении нам все-таки их выдали. Но как бы я не халяв наших любимых геншиновских разработчиков, подходят достаточно интересные слухи, которые я тоже бы хотел бы обсудить во второй половине данного ролика. Это изменения в наших любимых молитвах. Да, сейчас в данный момент у нас присутствует несколько стандартных типов баннеров. Первый баннер — ивентовый баннер, стандартный. Сейчас он состоит из двух ивентовых персонажей, история в которых одинаковая. То есть ты можешь выбрать, какой тебе ивентовый персонаж нужен, ты его крутишь, получаешь гаранты 50 на 50 по стандартам. Далее идет оружейный баннер, где две ивентовые леги двух активных персонажей, которые в данный момент находятся в ивентовом баннере. Есть путь, который тебе нужно заполнить, чтобы получить гарантированно свою желанную легендарку. Уже к этому привыкли. А также имеется стандартный баннер и баннер новичка. Баннер новичка в начале был. Кстати, вот новые баннера, которые будут в ЗЗЗ и уже присутствуют в Ханкаиста Рейле, более интересно выглядят, чем стандартный баннер новичка. И просто стандартный баннер, где напихано все. И у многих игроков возникали вопросы. У нас есть ивентовые персонажи, в кавычках ивентовые, которые имели один раз свой баннер, а потом отправлялись в стандартный баннер. Это Дехья и это Тигнери. У них есть два оружия, которые уже нигде никак не появляются. Плюс к тому же имеется еще четыре оружия, которые не имеют своих носителей. Это Память о Пыли, по-моему, Кромсатель Пиков, хотя на самом деле он вроде бы как выходил с Альбедо, но Альбедо, по-моему, сейчас драгоценный омут выдают. Ну, не суть. В общем, есть четыре пушки, которые выходили во времена, когда был один ивентовый персонаж, и вторая пушка была вот, ну, просто вот была. Они чаще всего льюешные, эти пушки. И есть такие слухи, что добавят еще какой-то стандартный оружейный баннер, куда эти пушки как раз-таки и засунут. Как по мне, достаточно интересная вариация, чтобы достать эти пушки, но тратить огромное количество ресурсов на их добычу я точно не буду. Но если будут выдавать туда халявные молитвы, или там можно будет выбирать, куда ты будешь тратить. Или ты будешь тратить в стандартный с персонажами, или в стандартный с оружием. То тут вот я задумаюсь, и мне как бы оружие больше импонирует стандартное, чем и стандартные персонажи, потому что они уже там есть, уже прокаченные, и не особо им нужно. И это вот интересный такой вариант. Плюс еще к тому же, разработчики в данный момент рассматривают добавление новых баннеров на день рождения. То есть как только у персонажа выходит какое-то день рождения, какое-то, оно идет один день, да, день рождения один раз в году, только один день идет. И в этом случае могут докидывать дополнительный краткосрочный ивентовый баннер, который нужно будет крутить именно один день. Может быть не один сделают, может быть 2-3 дня. Но в том же Ханкаи Импакте такая практика присутствует. Практика баннеров на 24 часа, это там реальная штука. И возможно, это будет сделано как раз таки для того, чтобы не делать тройных баннеров. тройные баннера, потому что это прям слишком много становится персонажей в Геншине. И ждать некоторых из них приходится больше года. Привет, Иола. Да, мы помним то, что ты, в принципе, никому особо так не нужна была, но тебя все-таки так поставили. И вот так вот появляются все новые и новые баннера, которые с собой замещают, развиваются. Что вы думаете по поводу данной ситуации? Как вообще мы докатились до жизни такой, что игроки Ханкаи и Старейлы защищаются от нападок игроков Геншин Импакт? Стоит ли вообще эти разборки какого-то вашего времени? Ну и что ты думаешь по поводу новых баннеров, которые будут вводить наши любимые разработчики? Стоит ли это того? И стоит ли тратить свои деньги на Геншин Импакт? Ну а если ты хочешь сэкономить, то Тюлень Стор всегда тебе поможет. Самые лучшие цены на донат в Геншин Импакт. Плюс к тому же у нас появилось пополнение Стима по самым низким комиссиям, которые доступны на рынке. Так что если хочешь, то уже заходи, закупайся. А на сегодня это все. Большое спасибо тебе за просмотр. И до встречи в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok